В Туве начался процесс формирования нового состава общественной палаты, важного органа, работающего по самым актуальным, злободневным общественным проблемам. В соответствии с законом Республики Тыва, общественная палата формируется из 24 членов, кандидатуры которых выдвигаются некоммерческими организациями. Однако организация вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Республики Тыва, достигшими совершеннолетия. Наряду с общественными организациями и политическими партиями закон дает право главе региона представить определенное количество своих кандидатов. Шалбан Караул уже встретился с претендентами. В Общественной полиэтнической библиотеке Союза журналистов Тувы прошла встреча с фотографом и начинающим режиссером документального кино Натальей Харламовой. Она прошла в рамках цикла занятий по проекту «Мобильная школа толерантности» и носила неформальный характер. Оттого и беседа получилась очень теплой и отчасти даже о чем-то личном. Встречу открыла руководитель проекта Надежда Антуфьева знакомством с гостей. Наталья Харламова – выпускница журфака МГУ, ученица известного фотомастера Александра Лапина, а в настоящее время студентка школы документального кино и театра Марина Разбешкиной. С тем, кто пришел, Наталья делилась историями жизни, которые стали знаковыми в ее творческом пути. Как впервые взяла в руки фотоаппарат, почему поступила на журфак, давала профессиональные советы. Ведь в какой-то степени эта встреча была организована Союзом журналистов для обмена опытом коллег. Уникальность фотографии в том, что это сотворчество художника и природы. Это всегда игра на двоих. Это тоже для меня очень важно, потому что я в какой-то момент осознала, что то, чем я занимаюсь, это в общем-то сотрудничество с жизнью. Все пришедшие на встречу смогли посмотреть работы Натальи. Отдельное место в ее творчестве занимают съемки детей с аутизмом. По признанию фотографа, однажды для себя она поняла, что ей стыдно просто так снимать этих людей. Захотелось, чтобы ее работа приносила пользу. Так и появились несколько кинопроектов. Ты живешь вроде как в реальности. Думаешь, что в реальности. Есть какие-то у тебя определенные планы. У меня была абсолютно другая профессия. Кто же знал, что я буду ползать на коленках, кидать кубики. До такой степени этому так радоваться, веселиться, когда ребенок произносит звука. В Туве Наталья оказалась неспроста. Здесь снимает дипломную работу о жизни на Чебанской стоянке. В республике не впервой, по словам фотографа, каждый раз она не знала, чем закончится поездка. Я приехала в этот раз в Туву, в принципе, как и в прошлые разы. Это четвертый мой раз в Туве. Я приехала абсолютно без понимания, где я буду. Что я здесь буду делать, где я буду. И всякий раз приезд сюда, да и в общем-то любой проект, который я начинаю, это как прыжок в пропасть. Когда ты не знаешь, чем это все закончится. Изначально героем фильма Наталья должен был стать ее друг, опытный табунчик, дядя Мадр, у которого она жила каждый раз, как приезжала в республику. Но, к сожалению, мужчина умер. Героиней фильма выступит его дочь. Так что в скором времени, как говорит Наталья, появится правдивая картина о жизни в Туве через судьбу одного человека. В республике стартовал первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народные участковые». С 11 по 20 сентября жители Тувы выбирают лучшего участкового. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне. Также в число обязательных условий конкурса входит трехлетний стаж работы участковым. Необходимо обратиться к органу внутренних дел. Вы можете в год и на суток обратиться к городе Угланды, который расположен по адресу служба 120. Сегодня в республике Тува несут службу 125 участковых уполномоченных полиции. Стоит отметить, что участковые республики вынуждены преодолевать большие расстояния, так как местные жители чаще живут на чабанских стоянках. Как у вас семейные дела? С женой не ругаетесь? Как дети? Когда на работу устроитесь? По итогам первого этапа определяется лучший участковый уполномоченный в районах республики. На втором этапе жителям Тувы предстоит выбрать лучшего народного участкового республики Тува, который представит регион на федеральном этапе конкурса. Участковый – это полицейский, чья задача – постоянно быть рядом с гражданами. И именно граждане могут беспристрастно оценить работу сотрудников. Каждый житель республики может проголосовать за своего участкового. Проголосовать за своего участкового очень просто. Необходимо зайти на официальный сайт МВД по республике Тува, выбрать анкету участкового, которого вы считаете лучшим, и отдать свой голос.